Что это саенция и как и почему она работает? Такси, автобусов, грузовиков. И это произойдет уже довольно скоро. Думаю, какие-нибудь несколько лет и этим уже никого не удивишь. Что несложно представить, ведь нужные технологии уже существуют. А вот и мой Uber. Здравствуйте. Я записываю видео для YouTube. Вы не против? Нет. Точно? Да. Не боитесь конкуренции с роботами? Нет. Когда на дорогах такое, с чего бы? Беспилотник, по-вашему, не сможет? Не справится, нет. А вы в магазинах кассы и самообслуживания пользовались? Да. И вам не нужен кассир, чтобы посчитать покупки? Нет. Большое спасибо. Не за что. Счастливо. А сейчас я пойду в кафе, в котором не придется звать официанта. Заказ делается через тачскрин, а еду потом нужно забрать из шкафчика. Вы не возражаете, если я поснимаю? Подержите? Извините. Все правильно. Ага. Корзину оплатить. Максимум три минуты? Да. Ух ты. Стукнуть два раза? Да. Да ладно. Можно вопрос? Конечно. Роботы отнимут у нас работу? Думаю, рано или поздно роботы заменят людей в большинстве профессий. Они эффективнее. Но это предположение. Надеюсь, что нет. Что мы каким-нибудь образом это предотвратим. В этом кафе роботы заменили кассиров, официантов и, как знать, может даже поваров. И речь не только о простом труде. Понятно, что в первую очередь роботы появятся там, где легко все автоматизировать. Но роботы и компьютеры становятся все умнее. Они уже победили нас в интеллектуальных играх, го, покер, шахматы, викторины. Думаю, независимо от того, займут ли роботы наше рабочее место, все в конечном итоге сведется к прибыли от инвестиций. Будет ли выгоднее вкладывать деньги в машины или продолжать использовать и оплачивать человеческий труд? И во многих профессиях, в том числе для офисных работников, это будет означать в конечном счете победу автоматизации. А самое главное, в результате этих перемен компаниям понадобится меньше сотрудников для оказания тех же услуг. Взять самую крупную фирму на 64-й год AT&T, стоимость которой тогда составляла 270 миллиардов долларов по нынешнему курсу. На тот момент у них работало 800 тысяч человек. А в Google, который стоит на 100 миллиардов больше, сейчас всего 60 тысяч сотрудников. Возможно, с этим связана другая тенденция. Процент безработных мужчин от 25 до 54, то есть того возраста, в котором человек наиболее трудоспособен, число безработных в этой группе, начиная с 60-х, утроилось. Возможно, отчасти виной тому автоматизация. В 2013 году исследователи из Оксфорда выяснили, что автоматизация грозит почти половине профессий уже в ближайшие десятилетия. Интересный прогноз. И несложно представить, что от этого общество может пойти по наклонной. Если все так и будет, инвесторы продолжат накапливать капитал и богатеть. Ведь прибыль увеличится, потому что на робота они потратят меньше, чем на постоянную оплату человеческого труда. Плюс к этому рабочие начнут конкурировать за оставшиеся места, а это хороший повод все больше и больше снижать зарплаты, и тогда нам грозит жуткое неравенство. Подобные разговоры не смолкают с давних пор. С начала 19 века, когда в Англии на смену ткачам пришли станки. Естественно, рабочим, которых прозвали лудитами, это не понравилось, и они принялись ломать машины. Сегодня слово «лудит» стало почти ругательным, по сути, синонимом «реакционера». Но у них была своя правда – станки лишали людей возможности работать. Сейчас мало что изменилось. Мы смотрим на лудитов и видим только то, что они оказались неправы. Экономика не рухнула, появились новые профессии, рабочие места, и безработица совсем не стала катастрофической. Но в то же время многие рабочие действительно остались не у дел. Кому-то пришлось совсем нелегко. Какой же урок нам преподали лудиты? Мне кажется, важны две вещи. Первая – с развитием общества люди работают все меньше и меньше. И дело не в профессиях, а в том, что сокращается рабочий день. В 30-х годах 19 века люди работали по 70 часов в неделю. Теперь эта цифра снизилась до 40 часов. Во времена Великой депрессии экономист Джон Кейнс предсказывал, что к 2030-му мы будем работать по 15 часов в неделю, остальное время посвящая досугу. Он видел, как технологии охватывают все новые области – пищевое производство, строительство, хозяйство. Очевидно, что если кто-то работает вместо нас, мы сами можем трудиться меньше, а стоимость продукции снижается, и в итоге у нас есть деньги, чтобы жить так, как мы хотим. Второй момент – профессии, которые только появятся. Почти невозможно предугадать, что за профессии это будут. Когда я окончил школу и даже колледж, моей профессии еще не существовало. Тогда даже Ютуба не было. Я хотел стать режиссером, но в обход традиционной карьерной лестницы, когда устраиваешься каким-нибудь ассистентом и надеешься, что однажды придет твой час. Такая перспектива не очень вдохновляет, если нет меритократии. Я себе и представить не мог, что буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, всего немногим больше десяти лет назад. Возникнут новые профессии, а учитывая, как быстро все развивается, уже сейчас можно заметить некоторые тренды. Многие платформы Etsy, eBay, YouTube, Facebook позволяют людям становиться предпринимателями. На этих платформах можно развивать свой бизнес. Мы наблюдаем любопытную тенденцию. Если вы креативны и предприимчивы, то площадка, на которой можно построить бизнес, найдется. Это базовый из необходимых черт. Но кто сможет ими воспользоваться? Те, у кого будет необходимое образование. И это очень важно. Для лудитов проблемой стала слишком узкая специализация, а научиться чему-то новому им было попросту негде. Поэтому ключевым фактором будет возможность получить правильное образование, чтобы уметь быстро адаптироваться, так как, скорее всего, вам придется менять профессии и приобретать разные навыки.